Конфликтная жизнь, конфликт заключается только в ожидании. Вы ждете от него счастье, он ждет от вас. В результате идет конфликт. Если вы внутренне наполнитесь счастьем, будете больше ждать от Бога, конфликт закончится. Но это все равно, этот период надо в жизни пройти. Надо понять, что причина очень высокой чувствительности. Вам надо ему объяснять, что я очень сильно чувствительная, я Динатий сказал. Со мной надо чуть-чуть помягче как-то, я буду очень благодарен, буду заботиться. Но мне нужно со мной чуть-чуть помягче, не грубо, а помягче. Я тогда горы сверну, буду заботиться, все. Вот, и это для него я вам сказал, а для вас, если вы ему что-то сказали, то не надо повторять 10 раз подряд. Ну, то есть, не надо его пилить, это по-русски так говорит, пилить. Вот, ну, он услышал все сразу, он все равно не сможет сделать то, что вы хотите. Постепенно сможет. Спасибо, спасибо большое. Если вы его добиваете, как бы добиваете, то он будет, значит, грубо себя вести. Если вам плохо, часто, знаете, у женщин, как бывает, как бы, ей плохо со мной, ну, и тебе тогда получи за это. Вот, как знаете, в анекдоте, это украинский анекдот такой, отец с сыном бегут на эту речку, опоздали, и отец с сыном под затыльник, как, даст. И сын, батька, за что? Это вот, а шо робить, сынка, шо робить? Ну, как, на ней тречку опоздали, она по башке. Вот, так и женщины часто бывают, они, им плохо самим, надо что-то с мужем делать. Вот, самой плохо, как бы, ну, че делать, шо робить? И мужик тоже начинает его мучить. Вот, шо робить? Вы как-то вот учитесь не допивать мужиков. В этом случае. Спасибо. Они агрессивными потом становятся, и потом в результате ехать не хочется к нему. Да. У вас есть по судьбе одиночество в результате эмоций вот этих вот. Да. Вы думаете, вот, мне не тот человек попал, слишком грубый, я, если бы был другой, я бы с ним лучше жила. Знаете, что вот такого, которого вы хотите, на земле пока не родился. Таких уж очень чувствительных, как вам надо, вот не бывает просто. Вы правы, все. Ну, замечательно. Тогда передайте микрофон вот соседке, там девушке, по-моему. Олег Геннадьевич, здравствуйте. У меня вопрос. Как найти свое предназначение, профессию, хобби? Как реализоваться? Вы понимаете, часто женщины, у них очень сильный жар, как бы желание отношений, они переносят на специальность. Они думают, что там, в специальности, они получат вот эти отношения, им будет хорошо жить. То есть, у них такое путаница в голове, они думают, что от работы можно получить счастье. Вот, это сама идея, вот, у женщины, когда возникает в голове от работы, я получаю счастье. Эта идея, она является засадой для женщины. Она никогда не получает ни счастья в этом случае, ни семейную жизнь нормальную. Она, как сумасшедшая, пытается то учиться, то там, то сям, то бегает на одну работу, то на другую ищет. Там счастья, никакого счастья нет, потому что на работе нет близких отношений. Там какие? Формальные отношения. То есть, отношения, в которых женщине тяжело. Потому что, запомните, женщина всегда отдыхает, испытывает счастье близких отношений. Это ее зона силы. В близких отношениях женщина сильна. А в деловых отношениях ей тяжело, она устает. Другими словами, работа для женщины нужна в двух случаях. Первый случай, когда она одинока, она просто, ну, зарабатывает себе на жизнь, выживает. И там, счастья, никакого нет на эту работу. Пришла, отдала просто свой долг. Денежку получила и выживай дальше. Значит, занимайся больше собой, работай над собой. Развивай женскую силу, чтобы кому-то понравиться. Выйти замуж. Вот. Но если женщина ищет счастье именно в работе, то это патовая ситуация совершенно. Она, во-первых, не замуж никогда не выйдет в этом случае. И работа тоже не найдет себе нормальной, потому что это иллюзия. Счастье искать на работе, когда ты одна. Когда девушка одинока, она должна счастье искать в отношениях, а не на работе. То есть в свободной от работы времени счастье надо искать. С работы пришла, тогда начинается жизнь. Подружкам звоним, о всех заботимся, всем помогаем, очень активную позицию занимаем. Пытаемся, чтобы все меня замечали, видели, любить всех и так далее. И когда женщина так себя ведет, то она становится красивее, у нее удовлетворенность повышается, и чувство собственного достоинства крепнет, становится сильным. Если же женщина утверждается на работе, ее чувство собственного достоинства ломается и мучается от этого. Понимаете? Вот вы сейчас не на правильном пути. У вас вообще почти нет никаких отношений с людьми. У вас есть подружки? Есть, но мало. Ну вы снимите всю пусть, вы отношения строите активные или так? А, алло, здравствуй, до свидания. Ну, по телефону я не люблю разговаривать. Вот, видите, а близко некогда? Нет, мы встречаемся в клубе Благость, встречаемся, уходим. А вы в Благость, вы в клубе Благость, да? Замечательно. Ну вот все, ваш клуб Благость, ваша работа. Вот там знакомьтесь, удачьте, учитесь по телефону, также в скайпе, везде общаться, где можете. А вы им руками и ногами пишите, учитесь. В общем, будьте активны и активны социально. И работайте просто, потому что надо деньги зарабатывать. Хорошо, спасибо. Понятно? Вы давно ли акции послушаете мои? Да, я думаю. Ну, молодец, хорошо, вздевайтесь. Вам надо двигаться вперед, да? Да. А если замужем по-другому, то есть женщина, которая замужем, она устает дома от работы, от заботы, и она изматывается. И ей два варианта. Или она социальную деятельность какую-то, три варианта. В зависимости от развития женщины. Если женщина не сильно развита духовно, то она просто находит себе работу, на которой она получает удовольствие. Там много работы нет, но там ей нравится, интересно. И она не для денег работает, аж отдыхает, а вдовы. Первый вариант. Второй вариант. Более развитая женщина. Находит себе какой-то социальный проект. И просто служит людям, обществу в этом проекте. Может быть, там будут деньги, может, не будут. Не важно, важно то, что она заботится о других. И отдыхает таким образом от домашних дел. Третий вариант. Это служение в храме. Или уже совсем очень высокий уровень развития. Женщина начинает отдыхать так, что она ходит в храм и там берет какое-то служение. Там моет полы, участвует в хоре. Там еще что-то делает. Проповедует. Помогает всем. И так она отдыхает. То есть, женщина отдыхает в социуме, работает дома. Но когда женщина не замужем, то ее работа, главное, это отношения. Она должна стать крепкой, сильной в отношениях. Должна стать такой сильной, чтобы сшивать с ног всех мужиков. Чем сильнее женщина в отношениях, тем красивее она становится. Муж гонит на работу. Муж гонит на работу, значит, вы его не любите. Вот смотрите, чем больше девушка любит мужа и ухаживает, заботится о нем, тем больше она забирает его волю. Ну, то есть, есть женщины униженные, они просто, в принципе, не могут любить, потому что любовь от униженного человека не приходит в сердце. То есть, женщина должна стать крепкой по отношениям к мужу, сильной. То есть, она не должна быть униженной, она должна соответствовать его силе внутренней. Если она соответствует его силе, и при этом еще заботится о нем, то он теряет волевые силы в отношениях с ней. То есть, он не может выгонять. Он может сказать, и Дин, пожалуйста, все-таки работай. А вы скажете ему просто, не хочу. И все. И он скажет, ну ладно, хорошо. Он же не сможет выгонять, понимаете? Если он вас выгоняет, значит, у вас, в принципе, неправильное отношение. Значит, он вас подавил психически, и вы унижены перед ним. Вопрос не в том, что он выгоняет, а в том, что вы неправильное просто отношение строите. Вот в этом вопрос есть. Мужчина, в принципе, не может женщину никуда выгонять, свою жену. Потому что она равную позицию с ним занимает в жизни. Она, конечно, подчиняется ему по доброй воле, но выгонять ее он не может. Потому что для этого надо же ломать ее, а ему не хочется, потому что он ее любит. Поэтому женщина имеет господство в отношениях с мужчиной, насильнее в отношениях с мужчиной, женщина сильнее. Как есть один такой прекрасный такой юмор ведический, такая история. То есть старший собрал всех своих учеников и говорит, сейчас мы проведем некоторый эксперимент, чтобы вы поняли, как устроена семейная жизнь. Скажите, пожалуйста, кто из вас считает, что женщина психически сильнее вас, ваша жена? Сделайте шаг вперед. И все сделали шаг вперед, кроме одного. Все считают, что жена сильнее психически. Один не сделал шаг вперед. Он подошел к нему и говорит, к этому ученику, говорит, ты считаешь, что у тебя жена слабее тебя? Он говорит, нет, просто жена меня запретила унижаться перед духовным учителем, поэтому я не сделал. Еще хуже ситуация, короче. Ну, то есть в отношении женщины всегда сильнее. И если она слабее, то это вот этот синдром слона, о котором мы говорили на прошлой лекции. Как бы на цепь посадили, он подергался и думает, что как бы ничего не сделаешь. Знаете, что сила женщины в отношениях с мужчиной проявляется только тогда, когда она его внешний каркас психический мягкостью своей пробивает. И доходит ему до глубины. Когда она глубокие отношения с ним строит, тогда он не может быть с ней сильнее, потому что там в глубоких отношениях женщина всегда сильнее. Если вы до его сердца не добираетесь, значит, вы не можете никак с ним правильное отношение строить. Он становится сильнее. Может быть, страх мешает вам, еще что-то, я не знаю. То есть надо перестать бояться мужчины, понять, что он слабый внутри. И выполнять все свои женские обязанности перед ним. Воспитывать его, заботиться и так далее. Когда женщина задавлена в отношениях, то семья рушится постепенно. Мужчине не нравятся такие женщины задавленные. Ему всегда нравятся те, которые проявляют силу. Даже сама влюбленность в женщину означает, что ему понравилась ее женская сила. Ему понравилась женская сила, которая выражается в красоте. Ну, то есть красота – это признак силы женской. Слабые женщины никому не нравятся. Все нравятся только сильные. Так же, как мужчины. Поэтому станьте сильными, и все. Сила берется у человека из духовной жизни. И мы на эту тему сейчас как раз с вами будем говорить. О том, что человек должен стать сильным в жизни по-любому. Потому что именно слабость внутренняя является основной причиной всех проблем у человека. Мы с вами говорили о том, что мы чувствуем себя часто в жизни несчастными. Причина несчастья заключается в том, что наступает время, когда энергия времени ниже определенной планки опускает, осушает озеро счастья в моем сердце. Ниже определенной планки. И человек становится высушенным, то есть он становится несчастным. И он не понимает. Человеку очень трудно понять и признать тот факт, что это время так сделало. Что это время его сделало несчастным. Часто люди, чтобы проще им было жить, начинают искать причину более простую. Ну допустим, кто меня несчастным сделал? Ну конечно, тот, кто рядом находится. Кто еще? Конечно, мой муж. Или конечно, мой ребенок. Ну то есть кто-то из моих близких сделал меня несчастным. Ну кто еще может делать? Вот. И мы начинаем как бы приписывать людям божественные качества. То есть мы их сначала переоцениваем, оцениваем больше, чем они есть на самом деле. Считаем, что он как бы должен мне больше делать, а потом его и обвиняем в том, что он не делает. Понимаете, вот это и есть как бы проблема, о которой на спектакле завтра будет говорить артист. Потому что девушка ждет большего счастья от мужчины, живя с ним. Мужчина от женщины ждет большего счастья, живя с ней. И это ожидание зарождает скандалы, конфликты. А причина этого ожидания заключается в том, что счастья не хватает в сердце. И мы все обесточенные в какой-то степени. У нас у всех не хватает счастья. На этой земле, у каждого человека. Бывают периоды, когда у человека в принципе хватает счастья. Тогда и отношения налаживаются. Если мне от человека ничего не надо, значит он меня и не напрягается рядом со мной. Он может меня напрягать, и у меня, допустим, счастья может не хватать, потому что он мне нервы мотает, как мы говорим. Нервы мотает означает вытягивать счастье. Требует счастья больше к себе. Значит, у него не хватает, значит у него тяжелый период. Такое тоже может быть. Но в любом случае проблема только одна. Мы мучаем друг друга и сами мучаемся, потому что мы не знаем, где брать счастье. И причина этого незнания заключается в инертности человеческой. Понимаете? Потому что нужно включать переключатель. Вот смотрите, в обычном состоянии человек находится в волевой лени. Вот, допустим, я проснулся рано утром. Нужно включать переключатель. А я не хочу. Я хочу спать дальше. Что значит? Это значит, что жить просто по инерции. Вот, допустим, я просыпаюсь рано утром, начинаю молиться интенсивно. Это заставляет переключатель включаться. То есть, эта молитва заставляет включать волевой способ воспринимать жизнь. Побеждать судьбу. Понимаете? Каждый человек с утра должен учиться побеждать судьбу. Но большинство людей, они с утра ничего не побеждают. Они просто проснулись и ходят вареные полдня. Просыпаются дальше. То есть, волевого усилия не возникает никакого. И если волевого усилия над собой не возникает, значит, и получить счастье также не получится от Бога. Счастье от Бога можно получать только, когда ты совершаешь маленький подвиг над собой. Или другими словами, понимаете, существует такое... У человека в жизни существует такая определенная инертность по отношению к тому, чтобы побеждать свою судьбу. Ему очень трудно заставить себя делать такие вещи, которые дают возможность побеждать судьбу. А именно, заставить себя выйти на улицу пробежаться, заставить себя пожелать всем счастья съесть, заставить себя помолиться, заставить себя почитать духовные книги, заставить себя поучить какие-нибудь духовные стихи, чтобы потом их помнить. Заставить себя, допустим, сходить в храм и так далее. Понимаете? То есть на это требуется волевое усилие. Другими словами, вот то состояние обесточенное, в котором мы живем, обычное состояние, мы не хотим никак менять на состояние, в котором человек побеждает себя. Эта обесточенность называется сон души. Сон души. То есть человек, который не совершает волевые усилия над собой, он как будто спит в этой жизни. Как сонный, понимаете? И вот этот сон души заставляет человека счастье требовать от других. Это такая пиратская позиция. У нас у всех есть. Если у меня счастья нет, значит, кто-то виноват. Кто виноват? Муж. Если, допустим, никого нет, у меня как бы был такой случай, я женщине вот эту тему раскрывал, и одна женщина, я ей говорю, пожилого возраста, я говорю, вот вы, допустим, сегодня требовали счастья от своего близкого человека. И ругались с ним из-за этого. Она говорит, сынок, у меня уже все близкие померли. Не ругаться-то не с кем. Я говорю, ну вы что, одна живете? Она говорит, нет, собачкой. Я говорю, вот собачкой ругались. Она говорит, точно сегодня ругалась собачкой. Видите, если человека нет, значит, мы начинаем ругаться собачкой. Ну то есть мы требуем счастья от собачки, понимаете, в этом случае. То есть все равно придется требовать от кого-то счастья, потому что человек сам из себя счастье выделять не хочет. Это состояние, в котором мы живем, инертное, называется сон души, запомните. Душа спит в основном. Она начинает пробуждаться, ну как бы активизироваться, когда очень плохо. Когда страдания возникают, тогда душа из отчаяния начинает идти в храм или желать всем счастья через слезы. И она чувствует себя очень обиженной. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Понимаете, она обиженной, почему чувствует себя? Потому что не дали поспать, не дали пожить вот этой сонной жизни. Как эта сонная жизнь выглядит внутри? Слушайте. Алло, как у тебя дела? Хорошо. И у меня хорошо. Ну хорошо. Вот так она вот выглядит, это сонная жизнь. Человек хочет, чтобы у него в жизни все было хорошо всегда, плохо не хочет. И если плохо, он начинает выйти. Начинает выйти и кричать, где хорошо? Хорошо. Теперь давайте разберемся с позицией Бога. То есть, в моей позиции понятно, для чего мне нужна жизнь. Я хочу просто, чтобы все было хорошо. Всю жизнь. Без каких-то изъянов, каких-то перепитий. Всю жизнь только хорошо. И все. То есть, спать всю жизнь я хочу. Это мое желание. Отношение к моей жизни. Теперь разберемся у Бога, какое желание. У Бога желание такое. Он дает эту жизнь, только для того, чтобы мы развивались. Ему вот этот вот наш сон, он уже как бы надоел, уже много-много жизней он это видит. И ничего не меняется. Понимаете? И раз ничего не меняется, тогда зачем ему это надо? И он создает нам трудности. Ну и наши прошлые поступки плохие тоже создают нам трудности. В общем, приходит человек к такому знаменателю в жизни, что создается трудная ситуация жизни. Создается, ему тяжело жить становится. И вот когда человеку тяжело становится жить, у него есть всего два варианта. Первый вариант – мучиться, ныть, страдать, мучиться и выйти на Луну. Второй вариант – воспринимать духом, сказать себе, все, хватит мне мучиться, ныть. Я хочу научиться жить правильно. Я хочу что-то другое. Я не хочу больше мучиться, страдать, печалиться. Когда, допустим, жена ушла, и парень в депрессии ходит, мучается, вернись ко мне, вернись ко мне, вернись ко мне. Она уже давно там, уже с другим, ей уже у нас забыло про него. А ему она мерещится в жизни, мерещится, он думает только о ней. И этот стресс может длиться несколько лет. Причем интересно, что существуют такие духи отношений. Это такие тонкие сущности, которые создают эти отношения и питаются их энергией. И когда один человек выходит из отношений, насильственный, он бросает, уходит из отношений, тогда дух этих отношений, он принимает форму психическую в виде памяти, в памяти, принимает форму этого человека и начинает терроризировать того, кто в отношениях остался, потому что ему жрать нечего, он питался же отношениями, а теперь отношений нет. И человеку кажется, он как бы его бросил, но ему кажется, что тот другой человек о нем думает. А это дух думает о нем, это не он думает. Получается, создается такая психопатическая ситуация. Человек абсолютно уверен, что на нем думают, его помнят. А это все просто иллюзия. Это на уровне духа происходит, не на уровне отношений с человеком. Ты встречаешь этот человек, который тебя бросил, и видишь, что твоя мысль-форма о нем отличается от его внешнего состояния, внутреннего. Он говорит, я про тебя забыл уже, все. А тебе кажется, что он и тебе помнит, что теплые чувства к нему возникают. Знакомая ситуация, о чем я говорю, нет? Знакомые. Некоторые с ума сходят из-за этой ситуации. Много лет уже с этим духом живут. Им нравится такая жизнь, потому что они не хотят перешагнуть через свою лень души. А душа ленивая хочет счастья от людей. Она не хочет от Бога счастья. От собачек, от кошек, от людей. Только не от Бога. Потому что, чтобы счастье от Бога получить, для этого нужно восстать против своей лени. Потому что счастье в отношениях с Богом только в труде души возникает. Бог не любит ленивую душу. Он любит, когда она трудится над собой. И вот это желание трудиться над собой является главным, что мы должны в себе развить. Мужчины развивают желание трудиться над собой с помощью внутреннего усилия. В целом, в отношениях с тобой есть определенные стадии развития. Понимаете? Первая стадия в отношениях с собой развития человек, первое, что может с собой сделать, это научиться контролировать питание. То есть самое первое волевое усилие, которое работает для человека, это пост. Самое первое, в чем можно себя победить, это пост. Иногда для мужчин это движение. Ну, больше, наверное, контроль питания женщинам подходит. А мужчинам больше подходит контроль движения, то есть зарядки всякие там. Это еще от особенностей, ну, анатомического сложения зависит. Потому что, как бы, у женщины, в принципе, она легко переносит какое-то время без еды. То есть у них голод, он имеет яркую природу, но не сильную. То есть ей сильно кушать хочется, но чуть поела и наелась. А мужчине сильно хочется и много кушать. Поэтому контролировать голод для него может быть сложнее. Вот. Но, допустим, заставить себя двигаться, бегать там, зарядки делать, мужчине легче. Итак, смотрите, первая стадия развития личности, победа над собой, это контакт с пищей. Если человек побеждает себя в контакте с пищей, то есть он правильное питание организует, его способность побеждать судьбу возрастает. Если уж говорить о правильном питании, то следует знать, что есть пища более благостная и более невежественная. То есть более невежественная пища, она больше в сон души человека вводит, а более благостная его больше пробуждает. Вот самой благостной пищей являются молоко, фрукты, орехи. Самой невежественной пищей являются мясо. Ну, продукты убийства животных. Там рыбы, мясо, там и так далее. Промежутки между ними находятся корни. Корнеплоды — это тоже как бы, это убитое растение, то есть потому что душа находится в основании корня под землей, душа у растений находится под землей, в самом основании корня. Если это основание забирается, то тогда, ну, как бы, ты получаешь, убиваешь это растение. Но если, ну, как бы, разница между растением и животным заключается в том, что, ну, в растении душа, у нее сон без сновидений, то есть она вообще себя не осознает. Поэтому веточки, допустим, мы у яблони обстригли, она еще лучше растет. Но если у поросенка ножку обстричь, она не вырастает, понимаете, новая. Какова говорит, я говорю, что мне скотинку убивать, холодца захотелось. У него без одной ножки поросенок пик. Такой немножко просто анекдот. Не очень приятный. Ну, показывает разницу между растением и животным. Что растение, когда его даже уничтожают, убивают, забирают жизнь, оно, ну, не чувствует этого. А животное чувствует, потому что ее сознание на уровне животной жизни называется солнцесновидением. То есть животное себя осознает, ну, как в тумане. А у человека пробуждающееся сознание уже. Он себя хорошо осознает. Но пока душа спит, пока человек не заставляет себя жить правильно, это не может быть уже пробудившимся сознанием. Пробудившееся сознание или разумное существование у человека начинается постепенно, когда человек все больше и больше заставляет себя побеждать себя. Понимаете? То есть надо учиться себя побеждать, потому что в этом также и здоровая жизнь заложена. Знаете, что самая главная причина всех человеческих страданий это не старость тела. Не потому что тело стареет, человек страдает, он до этого не доживает. Проблема заключается в том, что люди больше всего испытывают трудности и страдания в старении тонкого или психического тела. А психическое тело стареет только из-за отсутствия аскез. Понимаете? Вот если у человека, допустим, кожа больная, то ему нужно просто поститься, пост. Если у человека сосуды больные, ему нужно активное движение на свежем воздухе. Если у человека мышцы больные, ему нужно бегать на свежем воздухе. Если у человека внутренние органы больные, опять пост ему помогает. Если у человека костная система больная, ему надо статические упражнения делать. Если нервная система больная, тоже статические упражнения, плюс дыхательные упражнения. И если у него гормональные функции больные, то человек должен заниматься еще и молитвой. Ну то есть любыми другими словами, когда человек совершает аскезы, что он делает? Он продлевает свою жизнь, увеличивает продолжительность своей жизни, потому что он очищает психическое тело, которое регулирует грубое тело. Именно от него зависят все хронические заболевания, от психического тела. Другими словами, когда человек совершает аскезы, он с одной стороны пробуждает душу, ее вводит в состояние, в котором она может с Богом контактировать. Когда она трудится, пытается побеждать себя, не спит просто, у меня все хорошо, или у меня все плохо. Это тоже она спит, но уже воет при этом, пищит.